Это Электроник. Я приветствую вас и рад представить мой новый гайд по штурму и винтовке из Call of Duty Advanced Warfire ARX-160. Это вторая игра подряд линейки Код, где встречается и становит крутая пушка. Но в отличии от ГОС, у нее теперь нет лазера и стерты надписи на корпусе. А сама она стреляет отсечками по три выстрела, но внешне выглядит все так же круто, вделяясь из толпы не совсем уначенных пушек. Потому что я, например, помимо скорости, баланса и графики, в Call of Duty еще обращаю внимание на детализацию и, собственно, на сам дизайн оружия, которое постоянно на глазах. И само собой подразумевает, что дизайн пушки будет частью общего о ней впечатления. Поэтому я до сегодняшнего дня ставлю Black Ops 2 эталоном для серии Call of Duty, где большую роль выделили дизайну оружия. И там оно почти все выполнено просто шикарным, чего не скажешь про две последние части. Где половина оружия хоть и более-менее сбалансирована, но выглядит зачастую нелепо и непривлекательно. И ARX-160, вделяясь своим модерновым дизайном, так и просится его поставить в выкладку. Помнится, в той части у него был отличнейший урон, аж в 47 хп вблизи. Правда, в Advanced Warfare его немного понерфили, но это не означает, что теперь он стал совсем ненужным, или тем более несбалансированным. И про это поподробнее я сегодня вам расскажу и покажу в моем гайде. На вид немного игрушечный, а по характеристикам грозная оружия для нагиба, отсекающая теперь по три пули. Таким он появился в 11 части Код. Но теперь без лазерного прицела и с увеличенным магазином, но все так же убивающий с трех пуль вблизи. Правда, из-за отсечки он теперь не сильно подает для ближнего боя, в отличие от ГОС. Диа его брал на закрытых картах для раши и частой стрельбы от бедра в коридорах. В новой части Код теперь есть три оружия, стреляющие отсечками по 3, 4 и 5 пуль. ARX-160 стоит на первой ступеньке среди них. И хоть он по сути и не предназначен для ближнего боя в упор, но если попасть из второго врага, то одной отсечки хватит, чтобы отправить его на респаун. Можно конечно поставить лазерный целлюказатель, чтобы не бояться идти первым без поддержки беспилотника. Но все же, если встретили вблизи противника, я советую вам в спешке поаккуратнее клацать по кнопке стрельбы. Старайтесь сначала максимально навести ствол на него, а затем уже открывайте огонь, иначе отсечка уйдет, хоть и кучно, но мимо, и вас не спасут 45 пуль, а у него будет время пристрелять нас. Но ставя лазерный целлюказатель, не старайтесь чаще рашить. Наиболее правильная тактика ARX-160 будет занятие ключевых точек на карте с максимально возможным обзором, и отстреливание оттуда рашеров и кемперов на противоположной стороне. Советую в таких случаях ставить коллиматорный прицел с красной точкой, или усилитель цели. Это поможет вам точнее стрелять, делая из ARX-160 практически полуснайперское оружие, благо отдача не будет мешать часто нажимать кнопку стрельбы. Также ARX со своим вместительным магазином будет полезным в защите точек на доминации, штабе и станции связи, или, к примеру, в контроле узких и легкопростреливаемых проходов, где противник менее подвижен, и отсечка имеет больший шанс дать все три из трех хитов. На хардкоре же ARX-160 даст фору любому автомату или пистолет к пулемету. Так как у него маленькая отдача и разброс, с ним будет легко ваншотить противников. Главное стрелять и наверняка, не полагаясь на то, что авось какая-то пуля все-таки убьет противника. Но вот действовать нагло, как на софткоре, уже нельзя, ибо спрея как такового нет, и пули будут лететь именно в ту точку, куда вы поведете прицел. Хотя все так же можно делать прострелы, прощупывая их на хитмаркер, в любимых кемперских местах, за окнами и на точках с захватом. Кстати, замечу, что у элитной модификации стилбайт повышена пробиваемость препятствия до уровня пулеметов, а так же урон вдали на средней дистанции. Урон у стандартного ARX-160 в 35 хп вблизи, 20 вдали. То есть убивать он будет с 3-5 пуль. Если точнее, то до 7,5 метров с 3, до 50 метров с 4, и потом с 5. Но две модификации, холл панчер и стилбайт, вдали на средней дистанции будут убивать с 4. Получается, в упор есть шанс убить с одного клика, а вдали с двух отсечек. Поэтому лучше цельтесь и используйте Айн, и не поддавайтесь панике, мол, отсечка бесполезна вблизи, начиная при этом шмалять в ояга хаотичной мышкой. Магазин ARX на 45 патронов. Это отличный показатель среди автоматов, хотя по виду магазина не скажешь, что он такой вносительный. А с модулем увеличенный магазин будет аж целых 67 патронов. Но я рекомендую экономить на этом модуле. А отсечка не так быстро ожирает патроны, как спрей. И с одного магазина можно спокойно расложить 4 противников, если не больше. Чего с магазина на 30 патронов, как и большинство автоматического оружия в игре, сделать практически нереально. Кстати, к такому хорошему магазину в комплекте идет и достаточно быстрая перезарядка. 2,3 секунды для пустого магазина. 2 секунды для неполного. И 1,7 секунды, если сбросить пули, нажав Double R. Но не советую это делать без падальщика. А вот с модулем спарка магазинов вы перезарядитесь всего за 1,4 секунды. Что фантастически быстро, но впрочем не обязательно, так как в мистильном магазине вымеренный расход пуль, отсечка и не дадут вам так быстро расстрелять все патроны. Да и стандартная перезарядка неплоха. Разброс и отдача у RX-160 маленькие. Отсюда и отличная точность. Но не рекомендую ставить прицел АКОК для дальней стрельбы, так как обычного коллиматора или сопровождения цели вполне хватит. Главное, это не двигать мышкой во время стрельбы, так чтобы все три пули легли в цель как можно кучнее, и не открывать огонь раньше времени. Особенно это касается хардкора, где часто не бывает второго шанса и действовать нужно наверняка. Правда, если вы точно навелись, то же никакое бегство не спасет вашего противника. Отсечка по три пули не оставит ему там никакого шанса. Даже на самом дальнем расстоянии. Так как скорость стрельбы в промежуток самой отсечки аж 923 выстрела в минуту. А общая же скорострельность составляет 610 выстрелов в минуту, что есть нормальная скорострельность для большинства автоматов. Среди плюсов у автомата. Хорошее дальное сочетание с уроном, убивающий с четырех пуль до 50 метров или с трех вблизи. Отсюда и возможность ваншотнуть в упор в случае удачного стечения обстоятельств. Также быстрая презарядка, внесительный магазин и высокая пробиваемость препятствия у этой модификации стилбайт. Ну и прикольный дизайн, как по мне. Среди минусов это конечно же время на привыкание до стрельбы отсечкой. Которые, хоть и смертоносно при наличии хорошего айма, но и исключают возможность прейдить, что может быть фатально вблизи. Наверное это единственный значимый минус. А мобильность, точность и скорострельность стоят примерно посередине, не делая АРХ имбалансным и сильно выделяющимся среди других автоматов. Среди модулей годными я считаю лишь пять. Это приклад, лазерный целевказатель, глушитель, ручка для быстрого вскидывания, один из двух коллиматорных прицелов на ваш вкус. А теперь я скажу почему именно эти модули. Приклад Она будет отличным дополнением к прикладу, повышая АРХ 160 мобильность, делая вас вполне подготовленным к возложенному выпаду противника или его появлению, пока вы бежите без прицела. Заодно и сбалансирует вашу стрельбу отсечкой, так как первая может уйти в молоко, из-за недостаточного времени на точное прицеливание. А с быстрым вскидыванием вы сэкономите для стрельбы драгоценные доли секунды, за которые как можете лучше прицелиться, так и выпустить уже одну-две отсечки, с шансом сразу поразить цель. Но если играете пассивно, то лучше не ставьте, но почаще ходите в прицеле, особенно на углах и простреливаемых длинных коридорах. Глушитель. Он в целом не испортит автомат, так как урон падает далеко, а заодно и скроет у вас мини-карты, лишая противника легкой добычи в ближнем бою. А вот на хардкоре его можно и не ставить, так как мини-карта противника мне открыта постоянно. Хотя даже и с ним там возможны прострелы. Коллиматорный прицел или сопровождение цели. Оба они похожи и отличаются лишь размерами точек посередине и подсветкой цели. Но самое важное, это то, что с ними будет намного проще стрелять вдаль. Не оставляя шансов врагу и быстро ловить прицел противника вблизи, так как прицел вынесен наверх и не закрывает обзор. Впрочем, у RX-160 не самый худший стандартный прицел, поэтому это на любителя. Лазерный целеуказатель будет важен тем, кто чаще старается идти в раж и боится, что из-за отсутствия спрея в пользу отсечки станет беззащитный момент резкого появления противника. Отсюда необходимость быть защищенным и эффективно вести огонь вблизи бедра. Но рекомендую использовать лазерный целеуказатель только как третий модуль. Так как RX-160 не подходит для роли рашерского ствола, то и перки я к нему подбирал для лучшего мониторинга за противниками и для защиты как активной, так и пассивной. Первый слот. Серая мышь, лоу-профайл и саперный жилет, флагджекот, будут полезны для активной и пассивной защиты, сначала вскрываясь от беспилотников и дронов, а затем и от гранат, взрывчатки и разрывов от наград за серию. Легковес и лайтвет советовать не буду, так как опять повторюсь, что RX не для раша, а взрывная волна лучше всего подойдет, если вы играете на хардкоре, и у вас уже есть две гранаты и подствольник, и еще желательно револьверный гранатомат МДЛ, как второе основное оружие, чтобы использовать этот перк на полную. Второй слот. Тут посоветуют реперка на выбор. Периферия, Невидимка, Блайнд Ай и Хладнокровный, Колл Блодед. С периферией вы будете дальше видеть противника на мини-карте, ведь со сечками RX-160 очень опасно оружие в дальних перестрелках. Перк Хладнокровный при видении более пассивного или даже стоячего стиля игры, защитит от легкого обнаружения в термоприцеле или каллиматоре с обнаружением цели, и ваша стоящая фигурка не будет легкой добычей для противника. Для тех, кто чаще двигается, пригодится Невидимка, не подставляющая вас под удар сражеских скорстриков, выбирая с вас хитбокс. Третий слот. Тут тоже будет полезным и сразу три перка. Заземление Хардвайрит, устойчивый стопнесс и падальщик Скэвенджер. Если играете с каллиматорами или тем более с термоприцелами с засадой, то с перком заземления противники в зловом системе не отключат вам метку в прицеле и не скроют мини-карту, которые так важны для ориентации на карте и прицельной стрельбы в дар. Но вот когда противник в зловом системе отключает вам их за маневры, например на доминации, и сразу же захватывает центральную точку, которую бывает очень тяжело отбить, это может быть переломным моментом в игре. И даже если вы ценой больших усилий отобьете ее обратно, то зачастую у противника уже накапливается большой перевес по очкам. Устойчивость при стрельбе лицо в лицо, кто впервые перестреляет, обезопасит вас от смазанных никуда отсечек. К тому же стреляя отсечкой смажутся сразу все три пули, а не одна. И пока придет интервал за следующий, противник возможно вас уже и перестреляет. И кстати, тут действует правило. Чем выше урон оружия противника, тем сильнее подкидывается ваше. Не забывайте это как минимум на классике. Нападальщик, во-первых, увеличит стартовое количество патронов, а во-вторых, даст вам набить длинные серии на вашем любимом и настроенном оружии. Приятным бонусом будет и то, что теперь можно нажимать Double R при перезарядке, не боясь, что выкинете все патроны. В конце гайда пройдусь по самым основным пунктам с Rx. В начале мы имеем стоковый ствол, годный лучше всего для пассивной игры, шмаляющий сразу тремя пулями за раз. К чему, кстати, надо сначала привыкать. Затем, когда открывается приклад и прицел, сразу же улучшается его мобильность и спектр задач увеличивается. Уже не боясь, можно периодически идти первым, маневрируя с прикладом, или с коллиматором перестреливаться на равных, даже со снайперами. Скажется хорошая точность и невысокий разброс трех пуль отсечкой. То есть получится хорошая пушка для покрытия важных точек или ходов на карте, а также выцеливания копошащихся противников. Конечно, в тот случай рашат ппшники, а вы будете позади. Но даже если на вас выпрямят противник, то его при желании можно отправить на респаун. Одного черди в питы хватит при условии, что будет три хита из трех, а большого магазина хватит на много противников. Сам урон у РХ-160 хороший, он убивает с трех-пяти пуль. А двум модификациям, холл панчера и стилбайт, достаточно четырех пуль, чтобы убить даже вдали. У последнего даже повышенная пробиваемость препятствия. Его дадут на шестом мастер престижа, если у него будет раньше из ящиков. Еще у РХ прикольный дизайн, и на нем также красиво смотрится камуфляжа, так как его корпус без лишних граней, а более обтекаемый. Отсюда высокая четкость рисунка камуфляжа. На этом мой гайд подходит к концу. Через несколько выпусков я расскажу про похожую стурмую винтовку ИМР, отсекающую уже по четыре пули, и сравню их по остальным параметрам. Ну а если вам интересны мои гайды и вы ждете новых, подписывайтесь на канал, комментируйте и делитесь вашим мнением про пушку. На этом все, пока и до новых встреч.